Продолжаем снимать, друзья. Сегодня у меня Xperia GO. Модель ST-27E, по-моему. Сейчас я посмотрю. Да, ST-27E. Давно хотел его снять, но все как-то не получалось. Будем менять тачскрин после удара. Видите, да? Трещины. Все работает. Довольно интересный телефон в разборке. Будьте внимательны. Считается якобы водонепроницаемым. Не знаю, не пробовал. Но, тем не менее, после разборки телефона, я думаю, что он будет герметичен. Хотя постараемся сделать все возможное. Снимаем заднюю крышку. Кстати, замена тачскрина стоит 69 евро. Дороговато, однако. Итак, обратите внимание, крышка закручена тремя видами болтов. Раскладывайте их так, чтобы не перепутать. Я сейчас снимаю четыре одинаковых болтика серебристых. с крестообразной шляпкой. И еще у этих болтов есть резиновые гайки. Поэтому обращайте на это внимание. Вот я вам сейчас покажу. Видите, да? Это резиновая гайка, которая осталась на болте. И вот две остались здесь внутри. Поэтому обращайте внимание, вот на этих местах у нас были четыре болта. Можете даже раскладывать их так, чтобы потом не перепутать. Теперь снимаем четыре самореза. Отставить три. С черными крестообразными шляпками. И один пятилучевой саморез у нас здесь остался. Такой золотистого света. Сняли его. Далее. Снимаем заглушки, чтобы не мешали. Проверяем, нет ли сим-карты. Карты памяти вот у нас здесь. Я посмотрел, нет. Сим-карта у нас. Есть. И снимаем панель. Значит, вот в этой стороне плата по этой стороне материнская плата приклеена сторонним скотчем к каркасу. Поэтому нам нужно сделать вот такой трюк. замороченный немного телефончик. Вот. Таким вот образом отклеить. Вот она. Вот двусторонний скотч, о котором я вам говорил. Он приклеен к этим защитным экраном. И довольно легко повредить какой-нибудь из шлейфов, если не знать об этом. отсюгиваем дисплейный модуль. Убираем пока в сторону плату с задней крышкой. Вот разъем нашего тачскрина, который мы будем менять. Вот мы заказали новый. Не знаю, как поставить камеру, чтобы было удобнее. Такой вот тачскрин обычный, проклеенный. Сверху пластик, снизу пластик, матрица в пластике. Вот. Сейчас мы с вами его поменяем. Включаем фен. Ставлю 350 градусов. Прогреваем периметр. Нагрели стекло. аккуратно засовываем шпатель вот такой вот или наподобие его что-то то есть не его через стекло видно старайтесь не касаться экрана не оставлять следы тем более царапины таким образом снимаем по периметру стекло горячее поэтому снимается легко мешает осколки здесь уже просто соединяем судя по всему необходимо будет снять дисклей потому что разъем с драйвером тачскрина просто не пролезут в тонкое отверстие таким вот образом сняли сейчас мы с вами сейчас мы с вами скотч в принципе неплохой я думаю не стоит снимать дисплей чтобы очистить периметр посадки тачскрина можно просто его согнуть вот так вот в сторону сразу говорю за герметичность телефона мы не отвечаем мы предупреждаем об этом клиентов вот тот из клиентов кто хочет сохранить герметичность телефона после падения после замены тачскрина там или экрана и любой другой под поломки вот они немного переплачивают и мы заказываем специальный двусторонний скотч сейчас я вам покажу его считается оригинальным водонепроницаемым вот и за дополнительную плату мы его устанавливаем хотя бывает такое что дисплейные модуля уже идут сторонним скотчем вот тогда уже все входит в оплату показывал в одном из своих видео такой вот скотч водонепроницаемый двусторонний то есть одна сторона вот так вот наклеивается и уже сверху с конструкции уже снимается пленка можете приобрести не знаю на ebay можете попробовать заказать потому что я видел там такие ремкомплекты так так скажем и так еще раз посмотреть чтобы не оставалось крошки стекольные мусора телефон очень пыльный удаляем пыль устанавливаем новый тачскрин проклеивать не будем посадим на старый скотч который сохранился довольно неплохо которому сейчас очищали таким образом заводим дисплей пускаем тачскрин опускаем дисплей предварительно можно нагреть можно в принципе после этого нагреть для того чтобы скотч лучше приклеился обратить внимание драйвер тачскрина вы видите да здесь риска есть у нас ставим по ровно по ней соединяем дисплейный модуль устанавливаем сам всю конструкцию давайте сразу включим перед закручиваем перед тем как закрутить проверим тачскрин таким образом можно сделать поставить градусов 150 200 нагреть в течение минуты где-то прогреть не слишком сильно таким образом прижать двустороннему скотчу как видите тач работает уже проверили вот закручиваем обратно друзья болтики наши итак закручиваем 4 серебристых болта на свои места не перепутайте их потому что если перепутаете то понятно что герметичность уже нарушена не нарушайте уж ее совсем скажем так да и не только если вы вкрутите какой-нибудь болтик допустим который длиннее предыдущего можете врезаться в плату там я не знаю повредить что-нибудь поэтому всегда следите за этим и последние три черных болта закручиваем на свои места так вот 12 минут у нас получилось всем спасибо за внимание задавайте вопрос это было xperia go ст 27 и очень интересная конструкция телефона здесь я много накосячил здесь и немного накосячил забыл поставить заглушки сим-карту вставляем ну в принципе на на все тут заглушка стоит открываем крышку всем спасибо за внимание друзья ядов подписывайтесь наш канал всем удачи до свидания